всем привет сегодня у нас прямой эфир опять про моделирование будем продолжать эту тему пока все присоединяются я на одну руку одену перчатку чтобы не свежий маникюр мой не видно было а на второй я все с ним вам сегодня показывать тема моделирования это конечно моя самая любимая вот поэтому мы с вами уже форму квадрат моделировали сегодня мы будем моделировать форму овал потому что не все тоже понимают какая это должна быть форма для некоторых это такой полукруг не очень эстетично на самом деле овал это очень красивая форма тоже утонченная она тоже вытягивает пальчик очень многим клиенткам идет сейчас популярна очень тоже стала потому что одна из самых естественных вот так смотрю вы уже присоединяйтесь потихонечку поэтому я представлюсь кто меня не знает не видел еще ни разу не знаком со мной меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей действующий топ мастер в городе воронеж я живу и также я являюсь творческим партнером компании эми вот и сегодня мы с вами еще раз повторю тему будем разбирать моделирование форма овал но не простое я хочу вам сегодня еще показать наши матовые топа у нас их два один обычный матовый топ и второй это очень красивый с переливами такими интересными с блестками вот под матовым эффектом скажем так интересно фантастически смотрится и называется он чешуя дракона вот так это мы сегодня с вами будем как раз смотреть обсуждать и если кто-нибудь мне сейчас еще маякнет какие-нибудь сердечки смайлики что-нибудь хорошо ли меня слышно видно и мы с вами тогда начнем все отлично вижу спасибо большое так я переворачиваю тогда камеру и буду показывать что я для вас сегодня приготовила какими гелями мы будем работать какие цвета у меня сейчас есть в наличии из ярких классных новых вот и покажу вам топы сейчас немножечко настрою чтобы все было красиво и видно так я один пальчик не удержалась уже попробовала вот такую форму мы с вами будем делать то есть он тоже зауженный смотрится очень красиво нежно у него тоже есть арочка то есть ногти у нас не плоские с таким естественным красивым изгибом вот и чем мы с вами сегодня будем работать конечно же я покажу вам вот такие цвета на большом пальчике у меня 482 такой яркий красивый цвет очень плотно выкрашивается очень удобно поэтому прям вот в один слой его можно тоже наносить желтый конечно тоже очень красивый но его рекомендую два слоя все-таки все желтые они немножечко у нас слегка прозрачный тоже здравствуйте ольга здравствуйте тоже очень яркий красивый у меня не вся коллекция пока только те которые прям ходовые ходовые еще через какое-то время думаю пополнить вот такой вот 482 его я часто тоже использую и мастер-класс ним снимали и на прямом эфире я его показывала тоже растяжку очень красивая под френч делали вот очень нежный яркий сочный такой цвет и 487 голубой такой чистый красивый голубой таких цветов тоже нам не хватало вот летний так матовые топы которыми мы будем с вами сегодня работать ну вельвет это наша классика уже вот и вот такой вот dragon skin то что как раз я на большом пальчике себе уже выкрасила вот такой красивый с красивыми переливами очень тоненько ложится очень удобно ничего не топорщится прям вот очень понравился вот так это все под матовым цветом выглядит так и гели которыми мы с вами сегодня будем работать я хочу поработать сегодня прозрачкой потому что мало кто работает прозрачными гелями и ну скажем так разницу хотелось бы вам рассказать между этими гелями чтобы вы понимали вот какие будут удобнее потому что прозрачка она сама по себе не очень удобная потому что ее плохо видно для новичков например да вот но я хочу как раз вам показать доказать обратное что прозрачные гели это тоже очень удобно так но смотрите у меня сейчас если в баночках это форм гель клер и монофаз на лет гель это два прозрачных геля они разные по консистенции назначение у них немножко тоже разное например форм гель клер это гель который предназначен только для наращивания свободного края то есть на весь ноготок его лучше не на не наносить он достаточно жесткий вот и может в зоне кутикулы да вот здесь вот где самое мягкое место у нас на ноготке может дать отслойки поэтому для свободного края вон как раз идеален будет очень крепкое моделирование прозрачный чистый цвет и посмотрите на консистенцию эта консистенция сама выравнивается но при этом она не так быстро течет как гели средней консистенции и для новичка вот как раз это будет очень удобная консистенция то есть она не будет так сильно растекаться и даст время как раз да более точную выкладку сделать вот так если мы будем еще сравнивать с вами с гелем монофаз монофаз это у нас гель самовыравнивающийся очень достаточно такие жиденький вот то есть посмотрите вот да ниже средней у него вязкость вот такой средней жесткости достаточно крепкое хорошее моделирование получается им и он тоже очень хорошо держит арку что немаловажно вот но опять же то что он вот такой вот жидкий с ним могут справиться как раз опытные мастера вот поэтому его тоже можно использовать на быстрое моделирование очень быстро хорошо выравнивается смотрите монофаз у нас есть в двух форматах есть вот такой вот баны в баночке да и в бутылочке вот здесь консистенция еще по жиже примите не тянется даже более жидкий вот тоже можно использовать на как раз верхнюю архитектуру чтобы быстренько все выровнять смотрите если у нас форм гель клер он только на свободный край идиот а монофаз у нас идет на всю ногтевую пластину мы можем и свободный край нарастить им и также хоть этим форматом хоть хоть этим это уже зависит от мастерства самого мастера да насколько он владеет всеми консистенциями и здесь не надо будет какой-то другой продукт использовать форм гель клер мы свободный край формируем дальше на архитектуру верхнюю нам придется использовать какой-то другой гель тот же монофаз можно в баночке можно в бутылочке можно взять например если мы о прозрачке говорим да то вот такой вот новый у нас in color flexible гель он тоже прозрачный он чуть-чуть погуще будет тоже достаточно жесткий материал и можно и наращивать самостоятельно так скажем да вот но и его можно использовать на как раз архитектуру вот по консистенции вот он видите прям тянется он чуть гуще будет чем монофаз и он будет чуть-чуть пожестче вот здесь выбираете как вам удобно пользоваться я вам хочу сегодня показать и работу с форм гель клер и с монофазом вот на монофаз я думаю что мы одной баночкой справимся здесь можно взять например сверху flexible гель попробуйте посмотреть что это за материал такой вот так дальше по подготовке как обычно у нас идет nail prep как обычно ультрабонд и выбираем одну из двух баз это либо супербонд гель либо баз гель кому как удобно работать и также мы еще смотрим по качеству ногтевой пластины вот если ногтевая пластина ну достаточно таки молоденькой девочки да еще есть признаки киперкедроза допустим да то мы возьмем вас гель если же это обычная ногтевая пластина и если это возрастные руки тоже да к нам клиентке приходит на наращивание вот то возьмем супербонд гель вот так можно использовать этот и другой добрый день елена для тех кто только присоединяется еще раз скажу что у нас тема сегодня моделирование и форму мы будем моделировать овал потому что у многих есть предрассудки что овал это не красивая форма более круглая но я хочу показать вам что она бывает очень нежная вытягивает тоже пальчик очень естественная красивая с внутренней стороны с красивой арочкой и мы будем работать сегодня матовыми топами и яркими цветными гель-лаками покажу вам выкрас под кутикулу как это делаю я вот ну что же формами мы будем работать как всегда нижними вот я люблю этот способ очень он универсальный потому что нам не нужно с вами иметь кучу коробочек даже собирать чтобы подобрать к одной клиентке к разным ноготкам разные виды форм потому что бывает такое что на одних ручках мы можем использовать с разными изгибами там типс верхние формы на вот нижние это универсальные формы это всегда будет нам помощником и это достаточно скажем так бюджетный вариант до для нас для мастеров экономичный потому что руон естественно стоит дешевле чем коробочка вот так начинаем подготовку с вами ногтевой пластины у меня здесь я сняла всю ручку на одном эфире покажу вам да здесь в контакте два пальчика и два пальчика в другой соцсети сегодня тоже буду проводить прямой эфир тем будет даже вот если мы посмотрим на ногтевую пластину то увидим что здесь у меня гипонихий разросшийся до пальчик более узкий и форма скажем так моей улыбки она более вытянутая на этом же пальчики наоборот более плоская и нам нужно будет с вами подрезать окошко формы так чтобы подходила и к этому варианту и к этому вот что мы делаем но здесь я маникюр уже делала поэтому я просто обезжириваю сейчас прохожусь на евроклинсером вот и обрабатываю ноготочки nail prep высыхает он на воздухе очень очень быстро буквально за несколько секунд и дальше я сразу могу уже наносить ультрабонд ультрабонд это двухсторонний скотч для нашей ногтевой пластины и материала выжимаем кисть обязательно об флакон чтобы лишнего ничего не было и проходимся очень тоненько очень аккуратненько чтобы у нас ничего нигде не залилось чтобы у нас остался вот такой вот легкий легкий сатиновый блеск жирного блеска не должно быть потому что в противном случае у нас ультрабонд может дать отслойки если же это свежий ультрабонд и вот так вот он выглядит не масло масляное да то он будет очень хорошо работать на ногтевой пластины я всегда делаю такую подготовку вот если буду использовать базу супербонд гель если я буду использовать баз гель то необходимости в праймере в ультрабонде да я не вижу потому что гель-лак база гель-лак она очень хорошо проникает между чешуйками ногтевой пластины и вот до которые мы с вами зашлифовали как бы подняли и очень хорошо с ними соединяется то есть сцепка у базы гель-лак будет намного выше без всяких дополнительных ультрабондов либо праймеров но тоже есть такой момент почему бы тогда не пользоваться баз гель и не экономить да на дополнительных железах дело в том что все таки гель-лаки они это пористые мягкие материалы которые могут сама разрушаться через какое-то время особенно если у нас гипергидрозные ногти вот да на какое-то время они впитывают в себя влагу и продлевают носку материала но также могут дать обратный эффект нам либо же на сухих ногтях они могут скажем так вытягивать влагу наоборот и и сушать ногтевую пластину но если пользоваться правильно очень тонкие слои в принципе они не вретят ногтевой пластине здесь главное понимать технику да но все же для меня супербонд гель гелевая база это более надежный материал но так как гель у нас не пористый материал все-таки для подготовки я советую наносить ультра бунт либо любой праймер бескислотный конечно же вот наносим теперь базу тоже очень тоненький слой близко к кутикуле база должна быть прям в стык к кутикуле но под кутикулу мы ее не кладем под кутикулу мы можем положить только цвет во избежание от слоек гель мы всегда будем наносить с отступом от края базы и второй панчик тоже сразу если сравнивать сейчас гелевую базу которую я наношу супербонд гель и баз гель базу гель лак да то по консистенции они конечно очень отличаются гелевая база она более густая сушу вас гель это очень жидкая консистенция сейчас постараюсь тоже показать пока сушится ручка то есть видите у меня капля вообще не тянется абсолютно жидкая как вода база а а если мы с вами сейчас посмотрим сейчас секунду не получится у меня прибыло вот если мы сейчас посмотрим с вами баз гель то видим да капелька тянется так что еще раз маски эти вообще капля не тянется вот то есть по консистенции что нам удобно тоже выбираем так дальше мы будем с вами как раз уже брать наши формочки снимаем с подложечки отсоединяем окошко клею его вниз для жесткости но вот это не девать некуда поэтому я тоже сюда подклеиваю чтобы меня стол не засорялся разрываю перфорацию и обязательно мы прокручиваем форму чтобы она была более податлива по поперечному изгибу и немножечко поджимаю не склеиваю а просто поджимаю ровно по центральной линии для того чтобы форма принимала до нужную мне нужный мне изгиб мы всегда сначала при наращивании примеряем до наше окошко так как изгиб гиппонихи у меня здесь достаточно узкий да вот и смотрите если я сейчас буду подносить я упираюсь в гиппонихий а здесь у меня получается дырочки когда я согну да у меня форма не доходит до в ростов что мне нужно сделать во первых мы начинаем смотреть с вами где в рост и и делим ноготок от в роста до в роста как бы на две части да вот то есть верхняя часть и нижняя часть ниже в ростов и вот это расстояние от в роста до гиппонихия вот это вот да это и будет то расстояние которое мне нужно вглубь подрезать на форме что с шириной насколько мне нужно форму подрезать смотрите есть ширина ноготка а есть ширина гиппонихия вот нам нужно на ширину гиппонихия если я вырежу вниз по ширине ногтя я ничего не изменю меня будет точно такой же вырез только глубже и все равно у меня не дотянется форма до в роста мне встанет не обнимет мой гиппонихий будет то же самое просто упрется в него и всем здесь будут дырки вот соответственно соответственно мы с вами вырезаем по форме гиппонихия до немножко вглубь я сейчас на глаз конечно уже перенесу вот эту глубину да я показала как ее померить и начинаем с вами вырезать здесь примерно уже все-таки есть деление нам уже более проще это делать всегда формочку к ноготочку мы подносим трубочкой очень частая ошибка когда подносим прямо и у нас получается такая ступенька вот здесь вот очень некрасивая а если мы трубочкой подносим то формочка становится очень ровненько и хорошо на себе конечно немножечко неудобно на клиенте все-таки это поудобнее будет ушки отсоединили трубочку сделали завожу сначала под уголочки продвигаю все она у нас встала дальше мне нужно скажем так высоту носика отрегулировать смотрите если я носик направлю вниз то у меня получится более миндалевидная форма если я сильно вверх задеру то это больше уже на квадрат будет на арочный я сейчас буду ориентироваться на высоту носика и это высота носика должна быть на одном уровне с родным апельсом моего ногтя тогда у меня получится красивая арочка с внутренней стороны очень ровненько мы с вами лепесточки от этого будет висеть наша внутренняя арка насколько она будет ровной и красивой смотрим нас между верхними ушками у нас должно быть должен быть промежуток обязательно если они склеиваются то значит форма у нас сильно вниз смотрит если нам их не видно они вот здесь по бокам и сверху мы не видим что они торчат значит у нас форма наоборот сильно задрато но такое расположение больше на арочный квадрат и проверяю конечно же центровку то есть линия моей формы должна совпадать с фронтальной линии моего ногтя центральной да вот ну вот в принципе все вот то что мы видим с вами сбоку да слегка вздернут носик в центре у нас вот здесь вот будет как раз достаточное количество материала при этом у нас вот здесь вот красивая ровная капелька получается что свидетельствует о красивой ровной арке с внутренней стороны так дальше я возьму я возьму вот такую кисть и этот ноготочек мы будем наращивать форм гель клер хотя нет давайте возьмем монофаз почему потому что вот здесь у меня валики и жидкий гель он будет затекать как раз неудобно а здесь монофазом жидким как раз мы очень хорошо с вами сработаем так сначала я наношу капельку посередине и делаю длину и только потом иду бока потому что гель жидкий он просто у нас растечется если я сразу начну формировать поэтому сначала центр потом бока и уже с перевернута получится у меня и уже в последнюю очередь я начинаю захватить вопрос по арочки и возвращаюсь на серединку ногтя здесь делаю то же самое в рост сейчас немножко возьму еще по нижней части прохожусь и так мне нужно чтобы у меня подложка была очень тоненькая гель жидкий поэтому он будет сейчас у нас стекать я переверну вот так вот пальчик и немножечко подтяну жидкий гель все все можно посушить прозрачный гель его не так сильно видно на форме поэтому прежде чем снять форму обязательно еще разочек продублируем с вами боковые стороны ногтя чтобы точно убедиться в том чтобы там все у нас было целостно чуть-чуть подсушила беру небольшое количество геля дублирую еще разочек одну сторону и дублирую еще разочек другую сторону так вы точно будете уверены что у вас все боковые стороны хорошо заполнены вот так сейчас немножечко подсушим можно будет снять форму и будем моделировать уже архитектуру архитектуру будем моделировать этим же гелем можно из баночки можно из бутылочки как кому удобно так и что мы делаем мы немножечко с вами нажимаем на формочку с одной стороны нажимаем на формочку секундочку с другой стороны если плохо нажимается тогда мы можем палочка вот так вот поддеть ее отсоединяем ушки дожимаем формочку и вниз и на себя вот так все сняли на этом этапе мы можем с вами сразу немножечко подкорректировать форму если вдруг где-то сильно затекло вниз до чтобы нам не выкладывать лишнее но сильно не стараемся потому что у нас опил с вами еще будет вот здесь мы просто убираем лишнее чтобы она нам не мешала вот и дальше уже будем работать с вами гелем я все-таки выберу гель из баночки потому что из флакона понятное дело им проще но я хочу показать вам что из баночки тоже очень легко и быстро смотрите мы под кутикулу или сильно близко к кутикуле гель не наносим почему потому что это все-таки жесткий материал и у нас в зоне кутикулы самая мягкая зона ногтя чтобы не было у нас от слоек мы от края базы немножечко отступаем так у нас получается еще и плюс очень плавный переход не будет ступеньки при отрастании мокрый пол обязательно наносим теперь берем небольшую капельку вытираем кисть чистой кистью начинаем распределять я сильно не давлю на кисть я работаю по поверхности материала и быстрыми движениями стягиваю его вниз на бока он натекает быстрее поэтому я прям собираю с пачков да и ухожу вниз здесь уже в промазывающие движение если вдруг где-то что-то затекает немножечко можно подобрать ничего страшного в этом нет и теперь я точно также вот смотрите его переворачиваю и у нас должна быть вот такая вот архитектура когда от апекса к свободному краю прямая линия получится очень красивый овальчик вот так это должно быть я сейчас переверну потому что у меня пока я вам показывала стекло все на одну сторону и подправлю при этом не забываем что у нас очень важно наполняемость боковых линий пройдусь прям вот так вот так все если что то что стекает уберем сушим здесь будет минимальный опил потому что гель очень хорошо выравнивается главное чтобы нам не выкладывать его в большой толстый объем вот то есть стараемся следим за объемом если мы выложим очень много геля нам нужно будет очень много пилить это время вот поэтому стараемся работать более точечно здравствуйте марина здравствуйте если вдруг вам хочется ну вот получилось немного широковато мы можем пока гель горячий мы можем его еще немножечко поджать тема у нас сегодня опять как всегда моделирование моделируемую форму овал да и работать будем матовыми топами я вот здесь вот уже показала матовый топ я не выдержала перед эфиром себе сделала очень хотелось посмотреть как это выглядит вот и сейчас мы наращиваем с вами форму овал сейчас еще немножечко подсушу и можно будет второй пальчик делать на втором пальчике у меня изгиб гиппанихия уже не такой изогнутый поэтому он более ну как бы более плоский нам нужно будет здесь наоборот с вами ушки вырезать потому что здесь выдаются валики и они мне будут мешать если в первом варианте мы с вами углубляли центр да то здесь мы будем вырезать окошки у нас формы очень удобные в том плане что здесь уже есть и глубина изгиба намечена и ушки уже намечены то есть на среднестатистические пальчики это все можно вырезать и все хорошо подходит так что делаем дальше точно так же мы с вами сначала по изгибу по поперечным да прокатали формочку немножечко ее вот так вот поджали чтобы она очень легко принимала форму нужную нам потому что мы всегда к ноготочку подносим именно трубочкой а не в плоскости форму тогда она хорошо у нас встает и нам нужно с вами померить так сейчас секундочку меряем в принципе она очень даже хорошо заходит и во вросты и везде но объемные валики могут дать нам ширину ногтевой пластины ну вот уже смоделированный да а нам хочется все таки чтобы он был слегка поуже соответственно мне нужно эти валики немножечко подрезать вот в согнутом также состоянии и желательно сразу наметить высоту нашего кончика да слегка я сейчас его еще стерну капельку вот не сильно а так чтобы у нас кончик был на высоте нашего родного апекса вот и здесь теперь я смотрю где у меня в рост и от в роста я буду уже вырезать ушко смотрите ушко которая наметилась здесь да вот она уже здесь присутствует оно мне будет узковато если я вырежу по нему то не попаду в свой в рост и у меня здесь получится дырка я смотрю по своему в росту у меня здесь получается вот она как бы диагональка чуть-чуть до до перфорации я дойду вырезом до ушка которая наметилась и потом пойду уже четко по нему вот тоже самое я сделаю и с этой стороны снимаю опять формочку очень удобно когда у нас тут все нарисовано раньше мы намечали ручкой маркером все это рисовали сейчас просто нужно примерно посмотреть где у нас в рост вот то есть по перфорации я перед ней немножечко вот так вот вырезаю до ушка и потом вырезаю уже ушко так как оно есть здесь нарисовано ничего выдумывать мне здесь уже не нужно глубоко сильно вырезать не нужно потому что у нас получится сильно большая дырочка вот здесь и у нас форма такая топорщица будет вот и мало тоже нельзя потому что иначе тогда не получится у нас освободить валики то есть мы вырезать вырежем но ничего толком не сделаем ножницы немножко залипают потому что очень липкая основа форм вот поэтому ножницы желательно в процессе когда вы на клиенте наращиваете желательно конечно протирать тем же обезжиривателем чтобы вам было проще так вот она у нас трубочка я сразу уголочки завожу если вдруг где-то что-то у вас там нужно чуть-чуть подрезать или вы там чуть-чуть ошиблись широковато подрезали ничего страшного вы можете еще раз вот здесь я немножечко под ошиблась вот еще раз подрезать ну и теперь то же самое то есть вот видите даже в принципе для моего пальчика вот здесь вот многовато можно было чуть поменьше вырезать но в данном случае сильно это не повлияет и точно так же мы соединяем лепесточки я начну сначала со среднего вот в начале мы с вами поджимали по поперечному изгибу и центр формы как раз для того чтобы у нас форма очень хорошо принимала ой ой соскочила принимала изгиб который мы от нее требуем так центр соблюдаем чтобы у нас центр формы совпадал с центральной мусью пальчиком вот все поджимаем слегка и вот она у нас стала если вдруг смотрит куда-то в другую сторону мы просто отсоединяем ушко этой стороны и тянем на себя все так что то мне тут немножечко не нравится все все так здесь мы уже возьмем форму клеер и будем работать и этот принцип тот же самый абсолютно работа сейчас формочку я поправлю среднего пальчика немножечко соскакивает так здесь то же самое центр но он гель уже не будет так сильно растекаться здесь у нас есть прям время с вами центр от центра мы сразу ведем в одну сторону и задаем как раз вот здесь изгиб заходим на ноготочково в росте нижнюю параллельку кисточку периодически вытирайте чтобы можно было чистенькой хорошо подойти туда куда нам нужно каким гелем выкладываю свободный край сейчас это у меня форум гель клер на первом ноготочке мы монофазом делали сейчас форм гель клер показываю просто разницу этих двух гелей форм гель клер у нас только на свободный край идет ой ушла извините из кадра потому что он жесткий и в зоне свободного края он будет хороший крепкий хорошая носибельность будет так так и могу посушить вот но в зоне ложа он может у кутикулу дать отслойки поэтому его мы используем только для свободного края у него даже вот на баночке написано форм гель клер вот первый ноготочек я делала монофазом монофаз это гель более жидкий по консистенции да они отличаются и плюс монофаз он универсальный мы можем нарастить всю архитектуру то есть и свободный край выложить и верхнюю архитектуру но дело в том что он более жидкий вот то есть чтобы вы видели разницу понимали здесь тоже самое так как прозрачный гель я рекомендую набрать небольшое количество на кисть и продублировать боковую часть чтобы точно убедиться что у меня там все хорошо и прежде чем снять форму да мне там ничего не отвалится очень хорошо нужно убедиться что у нас нижняя параллель хорошо ровненько выложенной достаточной толщины все сейчас еще вот так переверну посмотрю с этой стороны еще раз подсушу и можно будет снимать вот оба геля прозрачные монофаз у нас еще может быть вот в таком формате более жидкий и он тоже достаточно удобный быстро выравнивается форм гель клер для удобен для новичков как раз в плане того что он не течет но при этом все равно выравнивать то есть поверхность будет достаточно гладкая но работать им можно чуть медленнее а монофазом работать нужно чуть был как бы быстрее да но при этом он по консистенции более удобный вот снимаем точно также отжимаем вот у нас получилось красивая наша арочка ушки вот эти вот можно тоже сразу подобрать чтобы они нам не мешались не сильно слегка просто чтобы у нас гель с верхней архитектуры туда излишком не утек вот и все тоже можно поджать пока горячей было уже нет вот но в принципе так как мы ушки вырезали там так достаточно узенько получилось и дальше форм гель клер да я как бы свободный край выложила все на этом его функция закончилась дальше я могу взять любой гель нежели это будет камуфлирующий да либо тот же монофаз либо жидкий монофаз но я хочу попробовать flexible incolor вот это новый гель у нас он тоже универсальный как и монофаз и можно конечно было и свободный край нарастить и архитектуру верхнюю сделать ну вот я хочу сегодня его совместить с форм гель клер по консистенции смотрите он будет чуть чуть погуще чем монофаз что делаем с вами точно также наносим его чуть-чуть с отступом от кутикулы делаем мокрый пол и точно такую же архитектуру как мы делали с вами на указательном пальчике будем делать ставим теперь капельку и и распределяем ее по ноготочку точно также переворачиваем и заполняем вот этот провальчик вот так это будет выглядеть но я переверну конечно и центрую уже начисто все можно теперь это все посушить сейчас досушиваем и будем с вами опиливать так обезжириваем евроклинсер и будем с вами опиливать и наносить какой-нибудь яркий цвет так я а в эфире скорее всего сейчас успею пилить только один пальчик принципе как наращивать с разными изгибами я вам показала вот давайте с вами ускоримся пилим с вами сначала немножечко боковые дальше форму чуть-чуть пилочку да я вот прям завела под ноготочку и вот таким способом опиливаю форму свободного края слегка его так вот заужая дальше по поверхности немножечко пройдусь здесь опил будет минимальный боковые и нижние параллели мы в последнюю очередь с вами поднимем то же самое с другой стороны сейчас мне нужно проверить насколько у меня здесь правильный опил то есть мы смотрим через торец с вами и просматриваем боковые линии если мы поделили ноготь пополам да и видим по боковым линиям с одной стороны где-то больше материала с другой меньше значит нам нужно допилить например вот здесь вот я вижу немножечко лишнего материала по боковой линии еще раз прохожусь так мы с вами проверяем и конечно же мы смотрим с вами в бачок да и видим плавный подъем и плавный плавный спуск дальше мы с вами поднимаем нижние параллели так чтобы они были параллельны нашей боковой оси пальчика немножко и закругляем закругляем чуть-чуть торец то есть первая часть ноготочка у нас прямая и только последняя слегка закругляется вот так мы получаем красивый наш овальчик то же самое делаю с другой стороны и кончик закругляю слегка слегка вверх и проверяю я очень хотела еще вам показать как под матовым топом на ярких цветах смотрится какие-нибудь объемные дизайны если успеем обязательно с вами сделаем по бачку я еще раз прохожусь с одной стороны и с другой стороны все если нужно немножечко можно вот здесь вот скрепить у кутикулы как таковой я сильно уже не трогаю здесь нужно просто зашлифовать потому что мы ровненько красиво все с вами выложили бафиком теперь проходимся через весь ноготочек вот такая красивая арочка у нас получилось естественная да ноготь не толстый получился очень такой тоненький натуральной красивой формы такой овальчик так обезжириваем сейчас тот же евроклинсер беру там у меня прямые эфиры очень затягиваются наверное я слишком подробно все рассказываю показываю что всегда боюсь что я не уложусь во времени вот поэтому мы с вами сейчас один ноготочек сделаем так значит смотрите теперь мы берем салфеточку берем апельсиновую палочку наматываем салфеточки у меня кстати тоже эми без ворсовые очень удобные мне прям очень очень понравились вот поэтому кто ищет без ворсовые салфетки обязательно попробуйте все что я сделала я под кутикулой очень хорошо прошлась и еще разочек ее поднимаю перед выкрасом так что будем брать давайте желтый желтый он сложный в нанесении вот наносить будем в два слоя сложности мы не боимся да вот если вот этот фиолетовый я нанесла в один слой он очень плотный очень крутой цвет вот то желтый буду сейчас вместе с вами впервые наносите но я уже вижу что он будет ложиться в два слоя что я делаю смотрите немножечко выкрашиваю маленький пузырек кисточку овал номер 4 у меня вымазываю и под кутикулу как можно дальше прокрашиваю я не пользуюсь тонкими кисточками потому что их сложно контролировать а вот толстую кисть смотрите очень легко контролировать она сама практически прокрашивает я задаю траекторию в середине вообще не трогаю мне неинтересно в середине как у меня там прокрасилась главное под кутикулой и боковые линии все дальше я беру кисть из флакона прокрашиваю середину вниз хорошо прокрашиваю свою боковую линию с одной стороны боковую линию от синуса вниз другую и теперь плавненько подвожу к границе у кутикулы легкими движениями вниз не давлю на кисть если давите на кисть получается скажем так но сильно полосит да и его и так желтый сложно наносить и плюс еще он полосит от кончика немножечко вверх под собрали и этот первый слой я сушу второй слой буду наносить точно также с помощью кисти овал номер 4 мне очень нравится эта кистью как раз за счет того что во первых очень оптимальный объем самой кисточки до периметр плюс кончик у нее истончен но моей кисти уже наверное год она уже такая под вытертая вся да но при этом она очень хорошо держит форму и я и работаю и на моделировании и на выкрасе она у меня одна кисть шикарная так тоже самое делаю прокрашиваю кисть завожу цвет как можно дальше но у меня здесь карманы как такового нет не глубокие карманы поэтому ну прям супер-пупер под кутикулу мне никогда не получается под кутикулу очень хорошо у тех у кого прям карманы глубокие некоторые мастера из-за этого очень комплексуют кстати когда видят красивые картинки у других мастеров вот это вот глубокое прокрашивание да блин у меня так не получается на самом деле не на всех клиентах это можно сделать вот у меня не глубокий карман но тем не менее я прокрасила достаточно далеко вот насколько это можно было сделать зависит от маникюра конечно же вот но визуально даже вот вот так чуть-чуть захотя под кутикулу все равно будет смотреться красиво точно так же в последний момент я слегка подвожу к кутикуле как бы толкаю цвет и увожу кисть вниз не давлю вот на данном этапе можно взять тонкую кисточку я линеарку возьму и чуть-чуть чуть-чуть так от кутикула цвет и немножечко от кончика серединку это единственное вот зачем мне нужна тонкая кисть так все то есть в два слоя желтый цвет прекрасно лег очень яркий сочный насыщенный очень красивый я люблю именно под матовым на ярких цветах какие-нибудь 5d шермиконы у меня честно говоря не очень часто просят дизайны и я вот один из любимых сейчас нашла мне очень нравятся всякие знаете вот такие вот черепушки вот бабочка очень красивая что-то такое в этом роде чтобы она слегка объемная была это прям очень-очень старенькие на адресе наил круста вернее 5d ну вот чуть-чуть у меня осталось я на них покажу смотрите что мы делаем нам теперь нужен топ слайдер может у кого-то тоже найдутся такие но вообще в любом случае вы можете любой наил круст 5d взять эффект будет точно такой же я не буду сейчас прокрашивать весь ноготь я только прокрашу зону где у меня будет этот дизайн чтобы не было дополнительного объема до дизайн я я выберу вот эту вот девочку с бабочкой мне нравится вот я сейчас его вырезаем быстренько кстати не подготовила водичку ну сейчас что-нибудь придумаем с вами есть немножечко в бутылочке водичка на салфеточку нанесет возьму пинцетик так проще и так размочу пока размачивается пальчик свой я сушу буквально секунд двадцать достаточно будет вот пока у меня картиночка размачивается и к этой картиночке конечно нам еще надписи какие-нибудь нужны без надписи вообще никуда что у меня здесь есть из надписей это самое такое универсальное наверное да надписи их даже можно просто отдельный все и дизайн готов особенно на матовом конечно будет очень круто все так сразу смотрю подготавливаю так беру нашу девочку она должна уже быть готовы все отлично наношу ее вот так на ноготочек наша задача сделать вот эту вот бабочку но оставить такой же эффект выпуклый как он здесь есть приглаживаю хорошо прижимаю и отправляю лампу еще секунд на 10 чтобы к липкости слайдер топа у нас картиночка прилипла хорошо дальше мне понадобится ультрабонт но смотрите ультрабонт уже не тот которым я изначально подготавливала ноготь а старенький старенький он такой уже более маслянистые я его использую как раз для дизайнов и очень хорошо пропитываю сейчас нашу картинку это очень важно создает как раз липкость дополнительная чтобы она хорошо держалась и нам нужно с вами приклеить какую-то надпись но дело в том что у нас здесь есть липкость теоретически и практически мы можем с вами взять топ теклос да и как раз вот эту зону прокрасить нам еще и картиночку надо немножечко подкрепить поэтому я ее тоже промазываю смотрите вот таким способом по картинке у кутикулы не буду идти опять же и вниз очень тонко очень тонко чтобы не создать лишний объем и сейчас я возьму чистую кисть смочу ее сначала в обезжиривателе очищу от геля и теперь смотрите что я делаю я из бабочки убираю прям и вытираю об салфетку губки тоже проработаем они немножечко выпуклой зона вот здесь вот у нас подбородка прям все все убираю чтобы все осталось у нас таким выпуклым все просушиваю 30 секунд очек и сейчас мы с вами какую-нибудь надпись выберем тоже что у меня здесь есть из наличия любую вообще абсолютно который вам больше нравится из новых коллекций может что-то кому-то нравится вот я предпочитаю черные мне кажется черные прям на ярко-желтом это прям очень очень красиво я думаю вот эту сейчас сделаем вниз девочки будет хорошо так беру точно так же пинцетик снимаю вниз вот сюда приклеиваю хорошо прижимаю все у нас и картинка с вами подкреплена и на т-класс шермик он когда клеим он вообще никуда-никуда точно уже не денется и теперь мы берем с вами матовый топ здесь я конечно возьму без блесток наш классический вельвет топ прокрашиваю близко к кутикуле вниз по картинке очень хорошо дублирую бачок очень красиво спасибо ну а я конечно дизайны сейчас очень редко делаю больше упор на архитектуру поэтому дизайны я предпочитаю ну что-то такое прям быстро и простое ну вот 5 дешние такие с легким эффектом выпуклости вообще прям мне очень нравится поэтому чуть-чуть у меня есть в наличии здесь то же самое смотрите я беру кисть чистую и опять делаю то же самое я с бабочки убираю излишек губки подбородок немножечко крылышко тоже чтобы не было такого знаете эффекта залитого ногтя немножечко обвожу тоже все сушим просушить нам нужно очень хорошо матовый топ вот чтобы он у нас не полосил чтобы он был таким эффектом да как нам нужно нам нужно его хорошо просушить вот поэтому сушим вообще в принципе толпая мы сушим две минуты вот прям не меньше они очень хорошо тогда просыхают и очень хорошо носится за матовым топом конечно нужно ухаживать то есть можно мицелляр очка протирать щеточкой с мыльной водой обязательно то есть клиентам нужно доносить что матовый топ это дизайн это уже дизайн как за которым нужно ухаживать тоже чтобы он сохранился в том виде от которого в котором он должен быть вот работали мы сегодня с вами монофаз и форм гель клер да чуть-чуть я использовала flexible новый incolor и вот такой шикарный сочный 485 с дизайна вот что у нас с вами получилось немножечко суховато сейчас секундочку я намажу пальчик чтобы красивенько вам все показать кожа сухая наношу я сейчас флюид он очень очень легкий я прям очень люблю его и запах шикарный на лето самое то ноготочек все сразу кожа преобразилась и шла снится вот ноготочек протираю опять обезжиривателем чтобы матовая поверхность у нас была такая вся красивая красивая так посмотрите как красиво смотрится вот этот вот объем то есть если его сейчас вот так вот вам покажу сбоку да видите то есть он остался объемным но дизайн не залит он вот как гипсовые становится очень красиво под матовым топом конечно матовый топ на неоновых цветах он смотрится просто шикарно вот такой вот дизайн у нас получился мы наращивали с вами овал красивая узкая форма с арочкой не толстые ноготочки очень естественно смотрится здесь матовый топ вилет а здесь я показывал матовый топ dragon skin вот такой вот очень красивый вот для любительниц блеска но такого знаете деликатного приглушенного вот такие яркие у нас с вами ноготочки получились так ну вот этот вот я уже буду в следующем эфире